Свои люди выбирают того, кто выбирает их. Для каждого свой. Штрих к портрету. Это кто? Это я? А с этой стороны почитайте. Это наш батик. Это тот съезд и то собрание, которое когда-то спасло Беларусь. Этой истории чуть больше четырех лет. Июнь 2020. Алла. На церемонии открытия мемориального комплекса собрались десятки неравнодушных беларусов. Среди них и те, как героини нашего сегодняшнего выпуска, кто об ужасах войны знает не понаслышке. В тот год исполнилось 79 лет с начала Великой Отечественной и 75 со дня Великой Победы. Казалось бы, прошло много времени, но мир по-прежнему хрупок, что вынуждает нашего президента все чаще говорить о мире и с мирной позиции. То ли с высоких трибун, то ли как здесь, в Оле, в кругу своих. После официальной части открытия мемориала Александр Лукашенко собирался уезжать. Но неожиданно к нему с личной просьбой, которая в результате стала таким душевным разговором, думаю, вы и сами это видите, обратилась Нина Никитична Краснова. Почему я обратилась лично к президенту? Я на первом, первом роду сидела, а он тут возле рода был. Ну вот, вот такое расстояние, как с вами. И я ему показала, его фотка, и он подошел, я попросила, оставьте свой авиатограф. И он вот оставил свой авиатограф, за руку поджал, и вот так до плеча дотронулся. А вы не оставите еще этот авиатограф? Постараюсь. Постарайтесь, пожалуйста. И вас, конечно, нас сохранили. Спасибо вам. Моя мечта. Что вы для вас делаете. Если это только ваша мечта, я готов всем авиатографы оставить. Ну, простите, извините. Это нормально. Это нормально, вы не расстраивайтесь. Нет, вот чего-то я, мне не страшно было. Ну, вот, как будто я чувствовала, что он добрейший, добрейший человек. Каким он показался, человечным человеком. Это ж я на первое все-белорусское собрание, то есть на второе, купила фотка. Я в президиуме сидела, на последнем роду. Рода очень много было. Зал вот как есть, показывает, сейчас время выбрало нас, показывает. И там такой же зал большой был у этого. Он хорошо, очень умно все рассказывал, говорил, все доступно нам, простым людям, рабочим. Мы подняли нацию с колен, создали эффективно функционирующие государственные институты и оптимальную социально-экономическую систему. У нас нет сырья и богатых спонсоров. Нам все надо заработать своим мозолем и умом. Собрание-то кончилось, люди начали расходиться, пошли. А я же с последнего рода, так пока я дошла, уже никого нету. Только президент и два их, наверное, целохранители. Фотка взяла, я говорю, у меня неплохие мысли. Я хочу у вас взять автограф. Ну и он это самое, расписался мне здесь. Я дату записала. И вышла уже, когда подошла к своему автобусу, уже нас же несколько делегаций целая, сочетала гортка, приезжала туда. Я говорю, а я автограф взяла Лукашенко. А я не верю, не верю. Мол, что ты, баба, как ты могла так делать? А я ими показываю. Вот, автограф я его. Видите, вот, а ты уже начали верить. Ну, а насколько мне смелости хватило, я не знаю, мужества, можно сказать. Меня направили, как лучшего работника на Всебелорусское собрание. Я штукатур, маляр, плиточник, облицовщик. На стройке 44 года. Я Шетлогорск строила. И сейчас я хожу и любуюсь им. Шетлогорск молодой, красивый. А я уже... А я уже старенькая. Ого, проще с президентом встречаться. Я че, не че, не че, не удавайте. Вот уже мне на носу 83 года. У меня уже 4 правнучки. Три внука и одна внучка. Они в другое время живут. Они того не знают, и не видели, и не слышали. Не дай Бог никому такой, такой жизни. Детство было голодное, холодное и босоногое. Есть, не было чего. Картошку ходили, собирали гнилую. Пекли с этой картошки, вроде блины. Но они невкусные. Я вкуса еще сегодня помню его. Деревня Осташковичи. Первая бомба попала туда. И наш дом... У нас дом попала, разгромила. Нас немцы погрузили в ашелоны и в Германию отвезли. Вся семья наша была. А отец в армии был. Подземелье такое было. И там солома насланная. И ячейки такие были, как будто комнаты. Одна семья, вторая семья, третья семья. И нас это самое... Брали с головы кровь. Мама говорит, что только было. Это вообще невыносимо. Все плакали. Я не могу даже. Ну, не дай Бог, никому такое не видеть, не слышать. И чтоб такого не повторалось никогда. Беларусь никогда не забудет, как умирали дети, прячась от огня в родительских объятиях, как горели беспомощные старики. Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Он так переживает за народ, и за пенсионеров, и за молодых, и за деток, за все. Как будто он родной, родной, роднее всех. Он отдает себя полностью для людей, все для людей. Все старается сделать хорошо, чтобы не было той жизни, которая была, чтобы не повторялось. И он и сейчас стоит горой за мир. Таких людей очень мало. Очень. Я не знаю, но почему-то я верю ему как в себе. Скажите, а вы какими-то качествами? Похожи на президента? Похожи на президента? Кто? Не, я маленький, 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 маленький. Маленький, маленький. Ой, это надо... Ну, хотя по натуре я добрая, и он добрая. Отлично. Я люблю людей, и он любит людей. Свои люди выбирают того, кто выбирает их. Для каждого свой. Штрих к портрету. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.